Продолжается борьба с ковидом, продолжается и вакцинация. Уже больше 500 подростков в возрасте от 12 до 17 лет привились от коронавируса. И сегодня вакцину получили 48 учащихся школы номер 5 в Краснооктябрьском районе. Подростки в возрасте до 15 лет проходят вакцинацию только с письменного согласия родителей, а уже 15-летние и старше могут заполнить документ сами. Заявление от родителей. По линиям. Согласие. Листы ожидания на добровольную вакцинацию формируют в поликлиниках. Прививку детям готовы сделать уже более 8 тысяч родителей. В поликлиниках закуплено оборудование для хранения и транспортировки вакцины «Спутник М» для иммунизации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Я решил сделать прививку от коронавируса. То есть у меня родители полностью одобрили мое решение. Это было исключительно мое решение. Так как я считаю, что прививка – это действенный способ, дабы обезопасить прежде всего себя и своих близких. И также просто незнакомых окружающих. Потому что статистика прямо показывает, что проблема действительно есть. И она очень серьезная. На сегодня в регион поступили 1440 доз подростковой вакцины «Спутник М», она же «Гам-Ковид-Вак-М». Их распределили в детскую больницу номер 1 и детские поликлиники номер 1, 6, 16 Волгограда, городскую детскую поликлинику номер 2 Волжского и Камышинскую детскую городскую больницу. Поставка дополнительных комплектов ожидается в ближайшее время. Когда нам пришли и дали согласие на прививку, мы даже ни минуты не думали, решили сразу же принять положительное решение. Потому что вся моя семья привита, и я, и муж. И в течение года мы на себе испытали положительный эффект этой прививки. Я не хочу рисковать здоровьем своего ребенка, поэтому решили вакцинироваться. По словам родителей и учащихся, чаще всего подростки не спешат делать прививку от ковида из-за возможного страха перед новым, неизвестным. Со временем все должны прийти к пониманию необходимости вакцинации от коронавируса. Процедура вакцинации такая же, как и у взрослых, и занимает всего несколько минут. Медики уточняют возможные противопоказания к прививке, измеряют температуру и давление, определяют сатурацию, осматривают горло, прослушивают легкие и сердце. Прививку я решила сделать, потому что я понимаю, что в будущем мне это пригодится, то, что мне нужно будет с очень многими людьми общаться. Также все мои родные тоже сделали ее. Я тоже решила, что нужно. Прививка, как-никак, она все равно спасает. Люди ее не делают из-за того, что они просто не испытали этого. А у тех, у кого это было в окружении, они это понимают и прививаются. Медики проводят выездную иммунизацию по заявкам учреждений образования Волгограда и области. Вакцина ГАМ-КОВИД-М, М это значит маленькая, она сейчас проводится детям с 12 до 17 лет, в двух этапах, с интервалом 21 день. И те дни, которые мы уже делали, эти прививочки в других школах, хорошо все переносят. Продолжается. Вакцинация и ревакцинация взрослых привиты 1 млн 485 тысяч 844 человека. Почти 93% от числа запланированного для создания коллективного иммунитета. Для вакцинации жителей региона доступны 63 стационарных пункта на базах поликлиник и больниц и в 10 подвижных прививочных центрах. 194 мобильные бригады медиков обеспечивают иммунизацию работников предприятий по заявкам руководителей. Прививают жителей отдаленных населенных пунктов, посетителей ТРЦ Волгограда, Волжского. Самый крупный пункт вакцинации – площадка парка «Россия. Моя история». Здесь, как и в ТРК, вакцинироваться можно без предварительной записи, имея на руках паспорт, СНИЛС и полис ОМС. С начала прививочной кампании в Волгоградскую область поступил 1 миллион 768 тысяч 759 комплектов различных вакцин против COVID-19. Инна Емельянова, Александр Рязанов, Анатолий Чернышев. Время новостей.